С российским батей разговор короткий. Мы терпели, и ты терпи. Они нравятся, получай ремня. С войны своих сыновей они ждут с трофеями и полным кошельком. Твоя задача победить. Всё. Твоя задача победить. Я это честненько повторяю. Ты фразу своему командиру. Давай, мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой. А что же их матери? Люди, которые подарили жизнь. Мамы, мамочки, мамули. Мама – главный человек. Она никогда не бросит. К ней ребёнок обращается в трудную минуту. И она всегда поддержит. Но, похоже, это не о матерях-рошистках. Сынок, не теряйте боевого духа. Ты только видел, что они там творят. Знаешь, вы делаете великое дело. Вот это запомни. И всем перетай. Что мы делаем? Убиваем гражданских детей? Нет, вы не убиваете гражданских детей. Поверьте. Вы фашистов убиваете. Поверьте тоже. Всё, прекратим. Перехват и бесед российских матерей со своими сыновьями открыли всему миру ящик Пандоры, у которого, кажется, просто нет дна. Жарите шашлыки, да? Ну, с этих, с этих, с этих. Хохляцких шашлыков делаете. Бейте вы их, бейте этих гадов. Бейте на шашлык их всех. На шашлыках всех гады. У меня всё, на что я спокойно относилась. Теперь ненавидеть их начала. Трудно поверить, что эти слова звучат из уст не то, что мамы, а просто женщины. И среди них есть воспитатели и учителя, доктора. В их руках умы будущих поколений россиян, их здоровье. Они родственники и соседи, которые своё истинное лицо проявляют в невидимых посторонним личных беседах со своими детьми. Она рассказывает, как заказывает о его здравии молебны, а он о воровстве и тяжёлых солдатских буднях. Казалось бы, стандартный разговор российской мамы с российским солдатом, который топчет украинскую землю. Но нет. Этот разговор поражает своей жестокостью. И дослушать его хотя бы до половины могут не все. Сын в деталях сообщает маме о том, как пытают палачи из ФСБ украинцев в Харьковской области. И признаётся, что и сам принимает участие. Он рассказывает, как забили до смерти резиновыми палками старика и другие ужасы. Реакция мамы повергает в шок. Я тебе всегда говорила, что, в принципе, ну, что вам нет, что я себя сдерживаю. Если бы я вот так вот попала туда, я бы тоже кайфовала от этого. Может, с тобой одинаковые? Разведка установила, что это слова Татьяны Соловьёвой-Головашкиной из города Советск Калининградской области. В её профиле в соцсетях указано, что закончила местную школу культуры и искусств, а также юридический факультет. Её сын-живодёр Константин Соловьёв. В соцсетях у него несколько профилей. Но фото есть лишь в этом. Себя он подписал как вип-снайпер и в сети был совсем недавно. Убийце 15 марта исполнилось 20 лет. На основном фото профиля он в пилотке и форме. Женщина рядом нет, не мама. Вероятно, первая учительница Светлана Войневич Пряшкина. Её Костя отмечает на фото последнего звонка в начальной школе. Начальную школу Костя закончил в 2013 году, за год до начала войны на украинском Донбассе. На праздники его одноклассники в форме смотрят, как в небо улетают шарики цветов триколора. Сегодня Костя пытает украинцев и спокойно обсуждает детали со своей родительницей. Люди, которые растут в среде, наполненном агрессией, насилием, абьюзом, для них это абсолютная норма. И они могут об этом говорить спокойно. Оно для них обыденно, привычно и не вызывает никаких отрицательных эмоций. Ни любви, ни тоски, ни жалости. В таких семьях воспитывают идеальных убийц. А российский режим просто вкладывает им в руки оружие, даёт приказ и направляет в нужное русло. Матери россиян сами не знали любви и заботы, и поэтому взять эти чувства этим женщинам просто неоткуда. Ненавидеть всё вокруг, их жизненная позиция. А если на пути этой женщины встречается что-то лучшее, чем в её жизни, это нужно уничтожить. Это её вообще жизненная позиция относиться так ко всему. К своему государству, к соседям, к мужу, к сыну, к самой себе. Она этим наполнена. Она не умеет любить, она не знает, как это. Если бы она умела любить, она бы, ну, я не знаю, ну, как-то по-другому говорила своим сыном и не подкрепляла бы эту агрессию и ненависть. Она живёт в этом. Это среда, и они наполнены этим. И дети, которые будут рождаться, они тоже в этом будут жить. Там будет генетика плюс среда. Беда в том, что своим одобрением российские матери закрепляют поведение своих детей-извращенцев. На этом фото ещё подросток-садист Костя Соловьёв со своим папой на отдыхе. Вроде бы счастливая семья с шашлыком. Через 10 лет сын обсуждает с матерью, какие пытки применят к отцу по возвращению. Сделаем папе 21 розочку. Да? Да. Начнём с пики. Если не поймёт, сделаем ещё пять. Ну, а что он говорит? Всё равно работы у него не будет пока. Поэтому руки ему не нужны. А если они ему нужны, чтобы такой ерундой заниматься, то они ему точно не нужны. Не, начнём. Знаешь с чего? Сломаем. Сломаем пальчик. Пальчик сломаем. Самый важный указатель. Указатель на правой руке. Что-то не показывал. Я ему носу не ковырял. На все предложения Кости о том, как он будет пытать своего отца, его мама смеётся. Но и ей, говорят психологи, не уйти от агрессии сына. Как и его будущей жене и детям. И снова поток ненависти и агрессии зайдёт на следующий круг. Буратино.